Особое мнение на 101FM Наверное, наиболее актуальная и важная сейчас для всех кировчан Это новая маршрутная сеть Которую разрабатывают Которая, возможно, скоро будет введена в Кирове И нам придется к ней как-то приспосабливаться На прошлой неделе она обсуждалась депутатами Были депутатские слушания Такой новый формат, которого, по-моему, в Гордуме еще не было ни разу Очень много разных точек мнения высказано Вот для вас что-то эти слушания прояснили? Ну, первое, хочу сказать то, что То, что было 29 августа Я имею в виду депутатские слушания Они должны были бы быть в декабре 2018 года Я напомню историю Данную историю Значит, в сентябре 2018 года По Тизанский какой-то институт Значит, выигрывают конкурс на создание маршрутно-транспортной сети В нашем городе Должен сделать ее за два месяца Да, он должен ее сделать за два месяца В ноябре ее сдать, в декабре ее должны обсудить То есть, данная маршрутная сеть, она необходима для проведения нового контракта на перевозку наших жителей Но, к сожалению, не было сделано ни в ноябре, ни в декабре Ни даже в июле Ни даже в июле, да И мы неоднократно об этом говорили и на комиссиях по транспорту в Думе Что не получится ли так, что мы будем принимать то, что нам предложат Потому что мы теряем сроки Сначала мы наставили на расторжение И лично я, и сейчас наставили на расторжение с данной ООШКОЙ Которая не справилась с заданием Но администрация сначала была с нашей позиции, с позиции депутатов Согласна, что необходимо данный контракт расторгать И разыгрывать снова И желательно, конечно, чтобы данную маршрутную сеть делали какие-то местные организации Такие, как, например, Вятгову Ну, еще какие-то местные Потому что невозможно сделать качественную маршрутную сеть Если человек не проживает, не знает особенностей в городе Какие улицы проезжие, какие нет То есть, ну, это, на мой взгляд, это нереально Как мы на слушаниях услышали У специалистов на этот счет другое мнение, да? Вы знаете, на слушаниях я был удивлен Во-первых, поставленным задачам администрации Вдруг они стали говорить, что данная маршрутная сеть нам необходима Для того, чтобы в городе общественный транспорт соблюдал расписание Но, вы знаете, вот неоднократно приходили на комиссии и ЦДС И предыдущий директор, который сидит И новый директор, который не сидит То есть, они говорили о том, что у нас все соблюдается Что никаких замечаний по расписанию нет И если они существуют, то это какие-то разовые случаи За которые ЦДС, в принципе, для этого и существует Чтобы штрафовать перевозчиков за несоблюдение списания Сейчас цели у них вдруг поменялись Ну, там очень много, на самом деле, целей Единственное, что реализуемо из тех целей Которые были озвучены в начале депутатских слушаний Я считаю, это только сокращение транспорта Ну, сокращение транспорта, на мой взгляд Ну, вероятнее всего, приведет к недовольству граждан Которые привыкли к каким-то маршрутам Я согласен, что необходимо, наверное, все-таки В маршрутной сети что-то менять Но в основном это какие-то, опять же, разовые случаи Например, где-то продлить маршрут Где-то там завернуть его по другой улице Ну, такие самообращения есть, наверное, у каждого депутата И они, мне кажется, не требуют такой вот глобально взять все, отменить И сделать какие-то там вывозящие маршруты Как нам сейчас предлагается Поэтому, на мой взгляд, данная сеть И, в принципе, о чем нам и говорили уже субподрядчики Значит, Басковский вот этот институт Который, я так понимаю, пришли выручать на субподряд Рязанцев Которые, ну, вы же там были, вы прекрасно слышали Которые сказали, что 15 августа им только предоставили документы Слушания были, напомню, 29-го Поэтому за две недели нам Там, московская организация пыталась Сделать, ну, сделать и объяснить И в кавычках позаботиться о нас Как мы будем передвигаться, как мы будем ездить Как вы сказали, сделать, они пытались то за две недели, что мы не могли получить год Да, что мы не могли получить год И я считаю, что и за две недели, то есть, да, там была нарисована картинка Но не более того Но они же опирались на то, что сделали рязанцы Они опирались на данные ЦДС, которые получили Я считаю, что данные, я это изначально говорил, что у нас есть Муниципальные учреждения ЦДС И даже контрольно-счетная палата на одной из комиссий Говорила о том, что в уставе ЦДС есть такая функция, как Разработка таких вот Таких схем Поэтому вполне возможно данный контракт можно было сделать своими силами То есть, силами муниципального предприятия И не было бы необходимости и будоражить людей Вот о том, что приезжают там две иногородние компании И пытаются довязать то, что годами, в принципе, функционирует, действует там и так далее Ну вот я слышу, что вы против и, значит, приезжих специалистов И против, в принципе, вот такой кардинальной схемы, смены схемы маршрутной Но вот смотрите, просто если порассуждать Вот живем мы там, ну не знаю, на 70 тысяч рублей В Кирове это кажется нам довольно-таки неплохо И вдруг там наш доход, не знаю, вырастает в два раза до 150 И вот в этот момент мы начинаем чувствовать разницу Мы начинаем понимать, что, ого, оказывается, можно было жить лучше Вот нет ли здесь такого, что мы привыкли к этой схеме Мы ездим, все хорошо, но ведь, возможно, есть и лучше Нет, вы знаете, я считаю, что вот все, по крайней мере, подходить к такому документу Как взять там, переломать всю прошлую баршрутную сеть и сделать что-то новое За две недели, ну это невозможно и нереально Я также считаю, что будь любая кировская организация Прийдя в эту же Рязань, у них были бы точно такие же проблемы И, ну, точно так же вряд ли бы они справились с этой задачей Потому что только местные могут сделать то, что, в принципе, только... Хорошо это может сделать тот, кто этим пользуется Потому что, ну, то есть есть мнение граждан, есть какие-то обращения Есть обращения в администрацию, есть обращения в ЦДС И проанализировав все, ну, вот та система, которая на сегодняшний день предлагается Скажем, вот, допустим, из Порошина И приходит там 21-й автобус, вывозит всех на театральную площадь Или там приходит к автовокзалу, то есть несколько таких узлов Потом предлагается пересадка в течение 30 минут Я плохо представляю физически, как это будет происходить Как это будет администрироваться, то есть какие-то будут карты или что Ну это уже забота ЦДС, наверное, да? И вопрос уже 30 минут или больше здесь, наверное Я, честно говоря, думаю, что это все нерабочая история Поэтому, учитывая то, что... Это как ваш коллега сказал, депутат Владимир Журавлев Я эту схему даже смотреть не буду, она нерабочая Она нерабочая, потому что там, на самом деле, очень много... Вот мы даже то, что увидели, то, что сидели с коллегами на дослушаниях И смотрели, то есть, ну, каждый из нас доходил какие-то, так скажем, ляпы в этой схеме И которые, ну, все там... Которые, в принципе, все понимали, что она не может функционировать Поэтому платить за такую картинку 15 миллионов Которая не будет функционировать, не будет работать А вызовет только тяготив у наших жителей Я думаю, что смысла не имеет Но если кто-то из чиновников готов подписать данный документ Ну, честно говоря, буду как бы удивлен Потому что, ну, на самом деле, это просто в конечном итоге все Даже если что-то там изменят Но в конечном итоге это все равно останется быстрее всего Почти как раньше Ну, естественно, что-то там, что-то добавится Ну, я еще раз повторю, что какие-то разовые, такие вот точечные вещи Их, конечно, нужно доработать Но это не требует точно того, что нам на сегодняшний день предлагают У нас сейчас перерыв, полминуты и вернемся в студию Денис Ерохин, депутат Городской думы у нас в студии Продолжается программа «Особое мнение» Денис, вот вы сказали, что работать должен над этой схемой местный подрядчик Или хотя бы там тот человек, который в теме, который людей слышит Да, но вот есть сейчас время 11 сентября будут общественные слушания Поступает там просто куча жалоб от жителей И в Думу, и в мэрию Все это есть, все это собрано И вот тот подрядчик, пусть он московский, рязанский, какой угодно Ведь он имеет возможность это все увидеть, это все изучить Как дальше-то события будут развиваться? Если не думать о том, что уже прошло, что прошли эти полтора года, там их не вернуть Вот дальше-то... Дальше я считаю, ну, выход один, на мой взгляд, выход один Продлять данный контракт на перевозку на паршютную сеть на полгода На 180 дней по договору администрации Имеет на это право И за эти полгода делать то, что... Ну, то, что приводить данную сеть в порядок, я думаю, что своими силами То есть продлять до июля следующего года? Да И с июля уже, ну, в принципе, так и запланировано Потому что даже на комиссиях, когда у нас приезжал, в том числе, и рязанский подрядчик Были представители ГИБДД И они просили, чтобы они не делали за рязанского подрядчика то, за что те потом получат деньги ЦДС, это же самое То есть все данные предоставляет ЦДС То есть получается, у нас так или иначе в этой схеме участвуют местные Участвуют общественники, участвует ЦДС, муниципальные предприятия Самоучаствуют ГИБДД, которые тут же живут в этом городе И лучше их проблемы, там, пробок, аварийности знать никто не может Но я слышу, ваш главный вопрос, непонимание, почему деньги отдают людям из другого региона Зачем нужны какие-то иногородние организации, которые не смогут сделать то, что могут сделать вполне местно На мой взгляд, у меня вопрос один А есть ответ на этот вопрос у вас? Почему? У меня есть ответ на этот вопрос, но просто я думаю, что озвучить данный ответ на этот вопрос Это, наверное, дело все-таки правоохранительных органов, а не мое Поэтому тут надо просто подождать, почему именно такая достойчивость по данным подрядчикам Ну, честно говоря, меня она как бы удивляет Мне также удивляет другая ситуация, что у рязанского подрядчика была взята гарантия Значит, когда организация участвует в конкурсах, в аукционах То есть, либо они платят залог, либо они берут банковскую гарантию У рязанского подрядчика была взята банковская гарантия Которая заканчивалась 15 марта 2019 года А претензию к ним предъявили 21 марта 2019 года То есть, даже с этого рязанского подрядчика То, что сейчас администрация пытается им выставлять там какие-то пении штрафы Ну, получить уже, наверное, невозможно А вот случайность это, там, скажем, халатность это или там еще что-то Ну, это вот, наверное, прокуратура там по этому поводу уже полночинает На днях уже была новость, по-моему, о том, что предписание Е. Шульгину, да, прокуратура Ну, поэтому подождем тут, как бы, тут просто время и работа прокуратуры Ну, вот, с другой стороны, насколько я помню, нам объясняли, что там вообще полностью закрывать там контракт Расторгать его было уже нельзя из-за того, что нужно было делать новые это время, это сроки Ну, прекрасно знали, что 180 дней, в принципе, как крайний вариант использовать можно, да То есть, и вот нельзя расторгать и принимать лишь бы, как бы, что дали, то и принимаем Потому что, видите, ли, у нас там, а потом доработан, ну, а смысл какой Также есть высказывание, что это деньги не будет спальные, а федеральные, какая разница Это деньги государственные, деньги бюджетные И поэтому, вот, на мой взгляд, то есть, относиться, ну, к этому, соответственно, как к государственным Если кто-то там из чиновников это не понимает, я думаю, что им объясняют, как всем предыдущим чиновникам прошлого руководства Что с государственными деньгами шутить не надо Ну, то есть, вот я вас слушаю и понимаю, что здесь, опять же, какие-то вопросы решаются по дележке денег, а не удобства людей Ну, вот, давайте, вот, просто первое, то, что нам говорят, что, значит, мы уже куда-то не успеваем Вот, не успеваем или успеваем, это второстепенный вопрос Самое главное, чтобы людям было удобно, чтобы им было комфортно пользоваться общественным транспортом Чтобы удобно можно было посадить ребенка на остановке, чтобы сам доехал до школы Чтобы ему не выходить в мороз, как нам сейчас предлагают, там, его куда-то вывезли И он вышел в мороз и стоит, ждет какой-то автобус И как они говорят, что интервал будет, там... Две-три минуты Да, две-три минуты Ну, мы же все понимаем, ну, кроме смеха это ничего не вызывает Потому что мы прекрасно знаем, как у нас приходит неожиданная зима Как у нас город, там, на... Имеет свою географическую особенность, там, до семи холмах Как у нас встают автобусы в гору Как у нас еще что-то И какие две-три минуты, о каких двух-трех минутах можно говорить, что вот это будет То есть это когда будет летом и ночью, может быть, можно выстроить, чтобы это было две-три минуты Есть зима, есть пробки, есть аварии, есть достаточно узкие улицы Которые, в принципе, вот эти две-три минуты, ну, так скажем, вероятность этих двух-трех минут Могут свести на ноль вообще То есть и в конечном итоге это будет 20-30 минут Поэтому я считаю, что в таком виде, в котором она сейчас, принимать это точно нельзя Перейдем к другой теме Все-таки к парку Победы Владимир Быков и его соратники по партии Которые принимали решение о смене разрешенного вида использования земли в парке Не явились в суд давать показания Сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы их вызвали Вызвали всех депутатов того созыва, но суд принял решение, что вызовут только Единую Россию И в итоге не пришел никто Вот это о чем говорит, на ваш взгляд? Я думаю, что, ну, во-первых, часть же депутатов показания, я так понимаю, дали Там пять или шесть группа депутатов Да, да, да То есть там достаточно четкие показания Мы слышали показания главного архитектора города Мы слышали показания начальника УДМС Спасибо средствам массовой информации, что они так тщательно освещают И все-таки город начинает знать своих героев Кто у них украл парк Поэтому то, что не явились Ну, я считаю, что все равно Там, наверное, здравомыслящие люди И приходить там давать какие-то показания Ну, я не думаю, что кто-то из них, честно говоря Там не понимают, что это было, в принципе, как и сказано было И главным архитектором города Который, кстати, по сей день почему-то главный архитектор И дачальником УДС Что это была просто схема Которая подогнана под законодательную базу Благодаря... с помощью которой Не благодаря, а с помощью которой Они украли часть парка Ну, вы смотрите, не пришел Владимир Быков Хотя бы мог прийти и рассказать, как было на самом деле А что ему рассказывать? Что я оформил земельный участок на организацию Где учредитель был мой сын Или как? Что он может рассказать? Что? То есть, как бы... Ну, я сомневаюсь, что он может что-то рассказать Поэтому я думаю, что там же есть, я так понимаю Что вопросы к сотрудникам администрации И то, что пишет нам на сегодняшний день Правоохранительные органы Дают там, что неустановленные лица Я в это, честно говоря, не верю Я считаю, что все лица уже давным-давно установлены А кто вот? Кто эти лица? Да, вы говорите, что дело заведено... То есть, на данный момент только Ефаркин, да? У нас среди обвиняемых Но есть еще некие неустановленные лица администрации Вот кто из них под это может попасть? По-моему, уже весь город установил, кто эти лица Но мы же не правоохранители Да, и говорить о том, что только правоохранитель не знает А все кировчане знают, кто эти лица, кто украл парк Ну, честно говоря, я в это не верю Я думаю, что в ближайшее время То есть, как бы, я думаю, что мы увидим Какие-то новые там аресты, задержания И я думаю, что этой историей будет какая-то поставлена точка Потому что останавливаться только на Ефаркине Который, в принципе, чиновником не является И является, ну, в том числе, там, выгодоприобретателем Я думаю, что это вряд ли будет И, наверное, не совсем правильно Да, то есть, потому что, ну, все-таки Если бы эти же чиновники, которые сейчас сдают там друг на друга показания Сказали Ефаркину, нет, это невозможно Это парк победы Вряд ли бы у Ефаркина, наверное, что-то получилось Вот, поэтому Все-таки Основной вопрос, я считаю, должен быть к чиновникам Поэтому я думаю, что история не конец Я думаю, что у нас органы еще порадуют какими-то новыми содержаниями Ну и там, так скажем, все до последнего будут сидеть и уже там давать показания Ну, вот вы говорите, все вопросы к чиновникам Вот, например, лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев Он считает, что подчиненных Быковов В том, что вот эта схема была придумана Винить не надо Потому что они выполняли указания руководства Я, знаете, частично, наверное, соглашусь Частично нет Почему? Потому что Но если бы Быков им сказал Выпрыгнуть с администрации пятого этажа головой вниз Наверное, они бы это не выполнили Всегда у человека есть выбор У нас нет крепостного права У нас всегда чиновник может стать Я знаю таких чиновников, которые есть там И в других городах знаю Когда им там предлагается вышестоящим их датчальством Сделать ту или иную, так скажем, схему Какую-то незаконную То есть и чиновник, понятно, что думал Должен думать о последствиях, в первую очередь, своих Поэтому он всегда может написать заявление Уволиться, отказаться То есть и так далее И поэтому он сейчас говорит, что он их заставлял Ну, не знаю Мне кажется, они все дружно это делали И все дружно должны сидеть Вот, поэтому Заставлял сейчас, знаете, вот такое Прошло время, поменялся там глава города Глава администрации И вдруг нас Быков там Как ее заставлял делать Сейчас уйдут другие Придут следующие Их снова, что ли, кто-то заставлял Поэтому, честно говоря, я в это не верю И считаю, что Это было Как я, в принципе, неоднократно и здесь говорил И что это была такая слаженная преступная группировка Надо же Понимать, что у нас же еще одна Банда сидит, ждет Суда, которая там с электронным Проездным С СДС-ом Которые выводили деньги Которые тоже там Дают показания В том числе Кто там арестован Ганьба, Рыболовлев, Никулин Под домашним арестом Дубровин, по-моему, в СИЗО Чичибабин Дубровин, по-моему, в СИЗО Вроде бы Поэтому, как бы Там еще тоже Они что будут говорить Что их тоже кто-то заставлял Но это же бред То есть это просто В тот момент им было выгодно И они были Самая настоящая выгода приобретателей То есть даже Если они с этого ничего не получали Какого-то левого Там каких-то доходов То они получали зарплату Им там, наверное То есть они были на хорошем счету В администрации Такие схематозники У бывшего главы Я думаю, что Наверняка были в почете Поэтому, учитывая то, что Схема за схемой Которые сейчас правоохранители выкапывают Ну, они продолжают Как-то что-то находить И так далее Поэтому И согласен с Сергеем Павлинычем Считаю, что Должны сидеть все Ну, может быть В разных камерах Но точно все Еще вот у нас Минутка буквально до перерыва Хочется вопрос О дальнейшей судьбе земли поднять Вот сейчас администрация Хочет отсудить у Ефаркина Рыночную стоимость земли Это 165 миллионов Это в 500 раз Больше, чем Земля была продана Депутат Александр Чиликин Ваш коллега Сказал, что этот вопрос На контроле И что в сентябре Вы обязательно спросите У городадминистрации У чиновников Какая же судьба земли Вот скажите Вот это Правильная позиция Деньги попросить У Ефаркина А С землей Отдельно решать вопрос Я считаю, что Заявить Иск К Ефаркину 165 миллионов На самом деле Там Вряд ли Администрация Получит Данную сумму Прямо вот вернет Вот этот ущерб Но в то же время Напомним Да, что сейчас Земля Продана Была Продана Она была Ефаркиным Компанией Кировспецмонтаж Которая По закону Купила землю Которая заплатила За нее Рыночную стоимость Я считаю У парка Победы Одно даже Дозвание Рыночной стоимости Существовать не может Земля должна Вернуться В город Это мое мнение И Ну Если она И как-то Может использоваться Под какие-то Социальные Ну например Там школу Да Ну вот есть такая идея У администрации Да, то есть я считаю Это Достаточно была бы Правильная идея И Шульгин Илья Вячеславович Об этом в принципе Говорил С самого начала Что школа была бы Ну наверное там В честь там Героев Историю мы всю эту Знаем Парка Победа Поэтому я думаю Что это Была бы Такая Хорошая очень идея А Просить Сифаркина 165 миллионов Мне кажется Это такая Знаете Можно просить И 265 Вопрос Сможет ли он их Выплатить Ну это называется Мы хотя бы попробовали Да У нас сейчас Перерыв на рекламу Две минуты И вернемся в студию Особое мнение На 101FM Да это действительно Программа Особое мнение И высказывает Его сегодня Депутат Городской думы Денис Ерохин В студии работает Мария Кожевникова Денис Затронули с вами Тему о том Кто же может Оказаться еще Кроме Ефаркина Фигурантами дела Да А вот вообще Насколько страшно Фигурантам Какого-то дела Оказаться Вот смотрите Экс-руководитель Прачечный Моб Кристалл На бюджетные деньги Помогала Дочери Так сказать Жить Да Там заключала Договоры Удобные Всем С ИП Своей дочери В итоге Ну она там Выплатит Сумму доказанного Ущерба Это около 500 Тысяч рублей Да И штраф 30 тысяч И все И я чистый Что называется Не из этого ли Не боятся чиновники Помогать Другим И себе Честно говоря Чистый тут Наверное Вряд ли Дозовешься Наверное Какая-то Какая-то Судимость Какое-то пятно Это первое Второе Все-таки Если проводить Там Вы имеете ввиду Там С парком победы Сравнивать Что вот Моб Кристалл Получила 30 тысяч Ну все-таки Там Стиральный порошок На который Она Постирала Там По какому-то Другому Договору Белье Там Точери И пешницы И Парк победы Но все-таки Это вещи Наверное Несовместимы Поэтому Ну честно говоря Я тоже был удивлен Как наверное И многие Потому что Будь на Месте Какой-нибудь Там Индивидуальный Предприниматель Который бы Не доплатил Там 450 тысяч Налогов К примеру Да И он бы Пришли Там И штрафы И пение И сумма Была бы Это далеко Не 30 тысяч А у государства У них оказывается Все попроще Можно украсть 450 тысяч И вернуть Эти деньги И 30 тысяч У нас так-то 30 тысяч Дают Какие-то Вон есть Административные Штрафы И так далее Да Поэтому Ну Удивлен Но Я считаю Что это Не показатель От того Что Все остальные Будут получать Там штраф По 30 тысяч У нас есть Четкие примеры Когда люди сидят Например Вот я постоянно Там привожу Аналогию Там С нашим Председателем Заксобрания К примеру Там Вот В Коми Гайзер Президент Республики Коми В высшем В высшем Совете Единой России Получил 11 лет Ну Тоже Там Вот Примерно Такая же Как бы Схема Тут Там Там Что-то Какие-то Люди Там И так далее Поэтому Говорить Что Сейчас Давайте Чиновники Мы бояться Ничего не будем Отложим Там На карточку 30 тысяч Чтобы оплатить Штраф Поймали Хорошо Вернее Где поймали Хорошо Поймали Ну ничего Вернем Что украли Заплатим 30 тысяч Я думаю Что Если кто-то Из Чиновников На это Надеется Я думаю Что это Такое Не знаю Вряд ли У всех Обойдется 30 тысяч Рублями Времени Времени Остается Мало Поэтому На другую Тему Перейдем В середине Августа Новость Которая Всколыхнула В общем-то Весь город Когда в середине Августа Кировчанка Убила Своего Двухлетнего Ребенка Как сама Потом сказала Просто потому Что он мешал Ей отдыхать Звал ее домой А она сидела Выпивала В марте Мать оставила Трехлетнюю дочь Без воды Еды на неделю Девочка умерла От обезвоживания И на днях Очередная новость Слава богу Не с таким печальным Концом Мать в Нововятске Вынесла Двухлетнего ребенка На улицу Положила на асфальт Оставила Ушла Когда ее нашли Сказала Что у нее Просто не на что Его кормить Вот это Денис Не звенья Одной цепи Это не потому Что мы действительно Ну правда Хуже и хуже С каждым годом Живем Или это Случай частный Не надо здесь Связывать Вы знаете Когда такие Слышишь ужасные вещи Честно говоря Ну вот у меня Бывает шок Вообще Просто Я Даже сложно сказать Это ну Какие-то не люди Которые могут там Там убить своего ребенка Там еще что-то То есть Знаете Даже это Ну просто Это даже животные Так не делают И Говорить о том Что там Некого кормить И вынесла на улицу Двухлетнего ребенка Который не способен Сам Постоять за себя Ну Приди Приведи его Не знаю Там в детский дом В конце концов Уж и Как бы если Но я считаю Что Вот Говорить о том Что Там Ну Это даже Наверное Обсуждать Настолько Тяжело И Вот Ну Они Вот эти люди Дезаслуживают Того обсуждения Которые Постоянно Это просто Знаете Вот какая-то Десправедливость Которая у нас Достаточно Много Людей Которые Не могут Иметь Там Детей Да То есть И когда Вот Таким У таких Появляются Дети В конечном Итоге Которые Их там То убивают То оставляют Там дома Ну Честно говоря Я всегда В шоке От таких Историй И я считаю Что Говорить о том Что не на что Кормить Ну На самом деле Это бред Всегда можно Сработать на Кусок хлеба И всегда Можно Там Ну Всегда кто-то Поможет По крайней мере Ребенка Всегда поможет Кто-то накормить Там Знакомые Соседи Там И так далее То есть Ну И Это точно Не повод Выносить его Там На улицу Или там Убивать Из-за того Что там Он Сам Пишет Отдыхать Просто Я считаю Что органам Опеки Тут на Наверное Как-то более Жестко Выявлять Такие семьи И Просто На ранней стадии Как-то это Реагировать Хотя Обвинять Все тут Органов Опеки Наверное Тоже не совсем Правильно Потому что Ну Человек был Нормальный Раз там За 2-3 месяца С катушек Съехал И Взял Там Пошел С маленьким Ребенком Куда-то там Отдыхать Да То есть Поэтому Честно говоря Я надеюсь Что Таких историй Хотелось бы Чтоб их не было А То что Проводить Аналогию Что мы Стали Стали Хуже Жить И давайте Там Выносить Детей На улицу Ну Это тоже Неправильно Жили Жили раньше Семьи были По 5-6 Детей Жили Татуральным Хозяйством Все мы Пережили Там 90-е годы Когда там И денег То не было И доходы Были совершенно Другие Поэтому Это точно Не оправдание И точно Я считаю Вот Надо Вот таких Наказывать По всей строгости Закона И чтобы они Там Вплоть до пожизненного Просто всю Оставшуюся жизнь Проводили в ужасе И в тюрьме Ну вот Той женщине Которая вынесла Ребенка На улицу На нее было Ну В общем-то На всех заведены Уголовные дела Да Но вот На эту женщину Заведено Уголовное дело По статье Оставление в опасности И вот На днях Второго Вчера Задержали Журналиста Московского Вы слышали Наверное Эту историю Когда его Из подъезда Когда он вышел Покурить Сотрудники полиции Увезли В участок Дома осталась Двухлетняя дочка Одна Открытая дверь Это не оставление В опасности Вот это вот Что такое Ну Знаю Тут У нас Такие Бывают Крайности Конечно Это оставление В опасности И Ну Я считаю Тут Вопрос Должен быть Там Какого-то Уже Внутреннего Расследования В правоохранительных Органах Когда Увозят И Оставляет Конечно Это Недопустимо Все Что Касается Детей Это Основа Нашего Государства И Это Основа Вообще Всего Что мы Делаем То есть Это же Мы Так или иначе Все делаем Для детей Строим Для детей Там Вкладываем Там Знания Для детей Ну Поэтому Это Должно Быть Выше Всего И Поэтому Когда Там Такие Истории Происходят Я считаю Что это Ну Это ужас На самом Деле И Я Очень Хочу Чтобы Их Не было Ни В Кире Ни У нас Вообще Нигде Жаль Но на такой Грустной Ноте Нам Придется Закончить Сегодня Эту Программу Потому Что Время Наше Подходит К концу Денис Спасибо вам Огромное Доброго Дня И Доброго Дня Всем Слушателям Особое Мнение На 101 FM